это чистосердечное признание я снова еду на трассу и привет дорогие друзья итак я нахожусь сейчас в риге в пробке буквально осталось пол километра до трассы бикерники сегодня замечательный прекрасный 31 августа день который не дает покоя мне потому что я хотел за лето в этом году проехать круг самый быстрый на трассе из минуты 28 самая быстрая что сделал в этот раз это минута двадцать восемь и семь либо девять этим летом мои условия были о том что я сделаю это время на полностью стоковой машине бмв м3 competition 2022 года вот и но в лето я наверное уже не успею сегодня потому что я даже сегодня не перебывал резину сегодня обычный павел спорт 4s может достаточно сильно покатанный он на прошлом был заезде на прошлом блоге который я выкладывал он был на других влогах вот и сегодня я решил просто приехать по фану уже по кататься по трассе пообщаться с людьми и возможно не знаю пришло в голову идея возможно с кем-нибудь свопнуться машинами на пять кругов и сделать мини обзор на какую-то из других машин которые также участвуют на трассе в трекдеях показать вам что-то свеженькое более интересное хотел по поводу круга сделать бой быстрее чем минута 28 но выглядит пока что немножко сложным быстрее чем из 28 но реальным на самом-то деле вот у меня есть один козырек который я придержал пока что еще по сегодняшний день ну то есть он мне точно должен дать секунду скрывать сильно не буду это новая резина от michelin модели пайлот спорт точнее от модели как там было michelin короче да гонщик с меня как всегда прогонки спорткап 2 с наименованием буквой r это прям совсем прям полуслик полуслик у него отличается состав он более мягкий он очень быстро изнашивается но тем не менее зато он дает очень быстрый круг вот и машина лучше тормозит и лучше проходит повороты ну то есть на большой скорости соответственно данная резина у меня есть приготовленная я просто выжидаю следующий трек дэй где можно будет приехать на сухую погоду выехать и попробовать уже делать время на трассе сильно больше вас не мучаю все своим разговором вот подъезжая к трассе и что-нибудь сегодня интересного поснимаю пока мы готовимся к тренировке здесь тренируется какой-то дрифтер звучит конечно очень прикольно и громко и много дыма на трассе дилемма никто не знает какое делать давление потому что пошел дождь вот есть туча она нас обходит я думаю в ту сторону примерно нам так вот идет ну и там что-то короче есть вот и люди думают какое делать давление я думаю что я выйду если будет мокро на 2 и 2 на холодную и это даст мне возможность спокойно катать по трассе и будет более-менее нормальный зацеп на круге вот обычно на холодную я выезжаю на сухую трассу типа условно 1 и 7 где-то 165 потому что резина нагревается до 2 2 1 до для оптимальный оптимального держака и хорошо едет по трассе но на дожде так как резина сильно не нагревается соответственно нужно выше давление для того чтобы а я кстати хотел я топил за дождь когда на дожде когда я пробовался да очень хорошо ты ставишь восьмерочку и едешь и вообще все в порядке восьмой уровень сюда восьмерочку с нуля еще 80 процентов трекшена и машинка хорошо держится я пошел вовнутрь и так вот и не договорил а да ты нажимаешь на газ и начинает скользить и он ее затормаживает сам тормозом просто все на трекшене так что я рад так вот продолжение на холодную на холодную трассу и когда идет дождь необходимо ставить выше давление почему потому что резина не нагревается вот и нужно способствует ну то есть нивелировать вот недогрев давлением колеса так ну что давление 2 и 2 трекшен стоит на восьмой позиции все на спорт на спорт плюс как можно будем пробовать смотреть что можно сегодня интересного сделать перейти как насколько я видел порой им третьих поршик 911 турб с постараюсь сейчас словить для красивого кадра вижу первых претендентов прикольно я чуть-чуть поднажал тормоз и меня прям на прямой начало уже нести вы видели как я засейвил тачку только что так шорт шифт О-о-ох-ох-ох-ох-ох-ох! Нормаз? На новом асфальте прям сильно скользит Опа, хорошо, шорт-шифт, опа, сорвало, опа, сорвало, держим, держим. Газку, шорт-шифт, Поршик, привет. Поршик, пока. Вы заметили, что концептуально, концептуально совсем другая траектория. Я еду в основном по большим. То есть я не заезжаю с большой на малую, я еду с большой на большую. Это потому, что так намного машина лучше держится. Почему? Потому что здесь нет резины на большой. И резина на дожде сильно скользит. То есть накатанная резина на асфальте, она способствует скольжению. Так вот, чтобы его не было, я спецом выезжаю на большие. Сейчас посмотрим, что у нас. И у меня просто руки трясутся. Латвия. Я прям реально стрессанул. Блин, а где времена? Эй. Сейчас пойду проверю. Интересно посмотреть, потому что на сухую минуту 28, по идее, теоретически, на дождь должно быть на 10 секунд больше. Это такое внегласное правило. Обычно на треках так происходит. Сейчас посмотрим, если здесь есть компьютер. А где? Погода. Горганизators. Погода. 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 Моя рука 30 лет назад. Да? Типа это нерадо. Как ты грибешь, я ищу и узликшу. А датчика, это что есть? Есть, есть. Возможно, нет кодекса. Ты это стыд. Так. А, ну. Но мне все есть номери. Если нет, то можно оставить. Там просто нет номера, которая написана на францфондере. В принципе, он показывает номеру. Думаешь, что все невероятно? Ну ладно. Все подойдут, спросит организатора. Сюрприз. Будет. Ну что? Николай, я чуть раз на три не разложился. Только ты! Я, короче, выехал первый круг. Ну вот, проехал его, короче, и думаю, ну все, а второй круг, короче, сделаю. И выезжаю здесь такой, еду на полный газ, такой отпускаю пораньше. И оно начинает просто прям на прямую уже лететь. Я вроде скинулся, заезжая так вот дальше. Вот это вот и есть, вот этот момент. Вот сейчас вот что мне тоже не всегда нравится. Ты сейчас это ощутил. Когда электронная блокировка, электронная, вот когда ты ее отпускаешь, она сама отпускается, как она хочет. Просто смотри, она распускается, и у тебя два колеса становятся сами по себе, как на переднем приводе. А когда с механической блокировкой, они еще тормозят у тебя, понимаешь? То есть грубо говоря, ты отпустив газ, они оба тормозят. Поэтому блокировки, если ты помнишь, у них есть два преднатяга. На проскальзывание и на торможение. Это мало кто знает. Я не в курсе. Да, ну то есть идея такая, что на картинге блокировки нет. Ну да. Там прямая ось. Но у картинга есть проблема. Ты не можешь, допустим, в дочь его повернуть, он прямо толкается. Да. И вот, и для этого, в принципе, есть блокировка, что она должна при торможении чуть разблокироваться. Ага. Чтоб ты завернул. А здесь, получается, они просто распускаются. Ну вот, да, говорю, вот я напрямую я словил, потом заезжаю в локоть и такой думаю, ха, как весело, смешно, и меня еще больше начинает дести. Я думаю, ёперный театр, что сейчас будет? Да. Вот, и потом я выехал, выхожу на полном газу, вторая, третья, шортшифтами, короче, иду, не доходя там даже далеко оборотами, иду шортшифтами. Выезжаю на этот новый асфальтик вот там вот. О, новый асфальтик. Она вообще, блин. И, блин, как меня дернул, я прям вообще. Вот это место очень опасно. Да, я все, я там начал с следующего круга отпускать. Не, 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 не до конца берешь. Я даже и не старался, я просто хотел безопасно приехать. Да, я не с этой точки зрения, я с точки зрения, что я всегда на линию заезжаю. Не, я даже не старался сделать какие-то супер траектории, я когда меня дернуло, я такой, так, все, максимально спокойно, но быстро. Ну, типа, аккуратно без... Хоть, 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 ты еще радуешь, что у тебя система, она так дергается. Ты на порш сядешь, там дергает пипец вообще. Ну, интересно. Там же мотор вообще там... Когда-нибудь я это отсниму. Пойду поспрашиваю других, как у них ощущения. Ну, весело. Павел, Эдик. Ну, ты успел хотя бы пару кружков бахнуть? Да. Да? Ну, и так. Как? Я успел за пару кружков почти разложиться. Ну, я с тебя не сомневал. Ну, это... Как ты... Здорово. Как тебя? На сликах как? Весело. А, ты на полуслике? Я на Нанканге, аэродин. Это разве полустык? Ща. А, я хочу... На аэродина, да? На аэродина. Вот, смотри, если бы ты взял те диски, которые я уже отдал, ты бы мог ехать на аэродине. Минута тридцать девять и девять. Ну, круто. А, посмотри, у меня, наверное, пятьдесят две, блядь. А, какой номер у тебя, ты знаешь? 2-1-1. А, какие у тебя? А, да? Посмотри на мои руки, у меня руки трясутся. А, я ехал просто, вот, знаешь, типа... Я еще хотел позвонить. 43, реально можно ехать, и так знаешь, типа, алло. Ты на 4S-ах едешь? На старых, на тех же, да. 4S. Ну, как? Прикольно. Так красиво, зеленый цвет смотрится вообще на трассе. Ну, я же обычно не вижу, как я еду, типа, знаешь, когда к тебе подъезжаешь, такой едешь, такой красивенько так идет, прям вообще мягенько. Симпотно. Что, и когда мы стартовали, нас было меньше. Да, сейчас только-только прям поднабрался народ. Все, короче, ходят, обсуждают, как они практически продали все свои машины. Надо посмотреть, вот как Паша чуть не купил машину. Мои, мое, 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 мое. Фу, не, у меня так мало. Я честно подумал, вот я прикинул уже, как торговаться буду там за эту тачку Ну да, на видео это выглядит тоже круто Давай еще раз Знаешь, обычно кажется, в тачке что был пиздец, а вживую смотришь, типа ну чуть-чуть занесло Ну да, нет, здесь прям пошло, очень хорошо пошло Давай еще раз Нормально У меня вот здесь, на газу, короче, дернуло сильно Я потом шортшип делаю на четвертую, у меня здесь еще сильнее равно Просто вот я, как будто бы все нормально, ничего не предвещало беды Катайтесь, дети, в дождь, но аккуратно Нет, нет, не трофею Поршик проехал минуту 38,6 по дождику Я проехал минуту 39 и тоже что-то в этом видели Знаете, в чем стоит? На Викином ГТС стоит Так, договорился с коллегой по цеху, он на желтом Поршике проехается вместе У него на секундочку было быстрее время Вот, хочу покататься с ним вместе и снять прикольные какие-нибудь кадры Давай Давай ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА